Новый виток давления. Почему элиты Британии и США так ненавидят Иран? Что в поступках Тегерана десятилетиями делает страну мишенью? Руслан Хубеев специально для ИРЭКС. В начало второй недели сентября Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ обвинило Иран в радикальном отходе от обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий, то есть вне соблюдения многостороннего соглашения об иранской ядерной программе. Начался очередной этап внешнего давления. Новость осветили все ведущие западные СМИ, но ни одно из них, как обычно, не рассказало о предыстории и первопричинах. Фундамент англосаксонской пропаганды всегда исповедует такой подход – замалчивает провокационные шаги Европы и Америки, активно тиражируя лишь враждебный ответ. Этим в головах людей создается иллюзия необоснованности поведения противника, а сам западный мир выставляется в качестве правой стороны. Ввиду этого, едва Иран 7 сентября объявил, что намерен сократить обязательства в рамках международной программы и нарастить объемы низкообогащенного урана, как госсекретарь США Майк Помпео выразил публичную позицию в интервью радиостанции КСМО. Третье лицо американского государства недвусмысленно сообщило, что Соединенные Штаты полны решимости помешать Ирану получить ядерное оружие и не позволить этому террористическому режиму расти и процветать. «Они, — продолжил Помпео, — инвестируют в ракетные системы, которые им не позволено иметь. Они снова объявили о том, что собираются вести исследования и разработку систем ядерного вооружения. Эти вещи неприемлемы. Мы уже отказали Ирану в богатстве, санкции. Мы отказываем ему в ресурсах, блокады и эмбарго. Мы мешаем Тегерану проводить свои террористические кампании по всему миру через доверенных лиц. Это очень хорошо. На самом же деле это классический медийный спектакль. Будущее ядерной сделки поставил под вопрос вовсе не Иран, а Белый дом, выйдя из СВПД 8 мая 2018 года, вновь введя масштабные экономические ограничения. США прекрасно осознавали, что именно под условием отмены американских рестрикций в 2015 году Иран пошел на данное соглашение, потому данный акт не мог не вызвать симметричный ответ с иранской стороны. Логично, что уже 8 мая 2019 года Тегеран заявил об ответной приостановке обязательств. 7 июля объявил об обогащении урана свыше 3,67%, то есть о запуске второго этапа выхода, а затем предупредил, что третий этап начнется через 60 дней, 7 сентября. Но только в том случае, если США не вернутся за стол переговоров. Нюансы этого ультиматума западной прессы были проигнорированы, а саму ситуацию мейнстрим осветил лишь тогда, когда Иран непосредственно приступил к выполнению угрозы. Для рядового зрителя, не получавшего информацию о первопричинах, снова сложилось впечатление, что шаги республики были необоснованными, мотивы враждебными, а сам выход стал нарушением согласованных норм. Пользуясь этим, Вашингтон выставил себя жертвой и заявил о разработке новых санкций в отношении всех, кто связан с иранским КСИР или покупкой иранской нефти. МАГАТЭ обвинила страну в росте объемов низкообогащенного урана до 370 кг, в то время как по соглашению он не должен превышать 300 кг. А специалисты международного агентства вдруг обнаружили следы урана на пробах, взятых на одном из объектов иранской столицы. Давление вновь возросло и в связи с этим возник вопрос, чем обусловлена постоянная политика удушения Ирана, чем конкретно Исламская республика так не уготила британским и американским элитам, что заставляет Вашингтон раз за разом искать новые поводы для разжигания вражды. Формально, базис для этого противостояния стоит искать в августе 1953 года, когда созданная в 1947 году ЦРУ провела в Иране свою первую в истории операцию по смене режима. Именно тогда экспорт добра в Иран четко совпал с инициативой демократически избранного премьер-министра Мухаммеда Масадыка, национализировавшего нефтяную промышленность и вернувшего природные ресурсы из рук американских и английских корпораций народу страны. Поэтому, когда в 2013 году в честь 60-летия переворота американский архив нацбезопасности рассекретил документы, доказывающие главенствующую роль ЦРУ в этом процессе, это мало кого удивило. Как не удивило и то, что в тесном взаимодействии с американцами работала британская МИ-6, агенты которой совершали теракты под личиной коммунистов, то есть пытались подставить не только прокоммунистического премьера, но и СССР. Ничто, кроме плана тайных действий, не исправит имеющееся положение дел, указывается в преамбуле одного из документов. А суть этого сложного положения сводилась к тому, что новый премьер посмел заговорить об отмене консессионных соглашений, по которым, выкачивая иранские недра, британские и американские компании не платили казне Ирана ничего. Список мер по исправлению положения начинался, но не ограничивался компанией очернения Масадыка, дискредитацией в иранских и американских СМИ, оказанием помощи оппозиции со стороны ЦРУ и МИ-6, организацией протестов, подкупом и переводом на сторону протестующих иранской армии. В итоге успешного для западных столиц свержения режима Иран превратился в монархическое государство под управлением вернувшейся династии шахов Пехлеви, а заодно стал безропотным исполнителем американского внешнеполитического курса. Шахами незамедлительно была начата масштабная распродажа госсобственности – приватизация. Под контроль западных корпораций вновь были переданы иранские недра, и лишь затем страна превратилась в лучшего друга Европы и США. Так продолжалось до 1979 года, когда в Иране случился новый переворот. Страна вернула контроль над государственной политикой и нефтяными месторождениями, а заодно превратилась для Запада в элемент оси зла. Особенно обидным для Вашингтона и Лондона в революции 1979 года было то, что они сами запустили ее процессы. Англосаксы хотели заменить действовавшего проамериканского лидера на более лояльного к идее теократического разворота, а саму страну на религиозной почве втянуть в афганскую войну против СССР. Они не учли лишь того, что за годы полной американской поддержки деятельности Шаха диктаторы и его сторонники настолько стали ненавидимы народам, что едва начался протест, как в стране развернулись неуправляемые процессы. К власти пришли хотя и теократические, но антиамериканские силы во главе с Айаталой Хамейни. А в англосаксонских элитах зародился еще один повод обиды и ненависти к Тегерану. В 1979 году против Ирана были введены незаконные санкции, а в 1980-х годах США обратились за помощью к лучшему иракскому другу Саддаму Хусейну, раздув пограничные споры и начав Ирано-Иракскую войну, первую войну в Персидском заливе. Вмешательство мировой демократии привело к развязыванию одного из наиболее длительных вооруженных конфликтов в истории 20 века – 8 лет. А итогом этой войны стали не только последствия применения химического оружия, но и сотни тысяч убитыми, а также полтора миллиона ранеными. Западные столицы попросту не простили Ирану ликвидации присутствия их капитала в допывающих отраслях экономики, а потому недавние слова госсекретаря США в интервью по иранской проблематике выглядят еще более лицемерно. «Мы исключительная нация и обоснованно принимаем всю свою исключительность как должное», – заявил он. Чиванство высшего разряда. Однако во внешнем мире я вынужден напоминать, что Америка, где бы она ни была, является силой добра. «Да, я был директором ЦРУ в течение полутора лет и могу подтвердить, что фокус нашей работы всегда был нацелен на интересы государства, но наши поступки уважали суверенитет других стран». Ну да, ну да. 16 декабря 2011 года американский суд с полным презрением к логике постановил, что именно Иран помогал террористам, устроившим теракты 11 сентября. Причем американскую фемиду не смутило даже то, что в Иране господствуют шииты, в то время как группировка устроившего теракты была создана самими же американцами в Афганистане, а с теологической точки зрения является ультрарадикальной ветвью суннитов, то есть иранских религиозных врагов. В последующие годы каждая предвыборная кампания американских президентов сопровождалась идеями победоносной войны против Ирана. Не утихали и попытки цветных революций в стране, а также общение на языке санкционных ограничений. С 2012 года Иран стал частью стратегии США по укреплению долларовой экономики за счет продуцирования повсеместных очагов напряженности, то есть частным элементом всемирной хаотизации, в которой Вашингтон мягко мотивировал инвесторов вкладывать деньги в спокойную экономику США на фоне дестабилизации прочих финансовых гаваней. Ввиду географического и религиозного положения, Иран в этом плане мог стать основным столпом, в том числе способствовать бегству капиталов из крупнейшего инвестиционного центра стран Персидского залива. Другими словами, схема давления на Иран и ее причины во многом схожа с американо-российскими проблемами, но в локальной миниатюре. Много лет официальные лица США общались с иранским обществом посредством санкций с целью нанести экономический ущерб и сподвигнуть людей на вытеснение неугодного режима для восстановления правоамериканской диктатуры. Но насмотревшись на то, как ведут себя США и их союзники в других странах современного мира, Йемене, Ираке, Сирии, Афганистане и даже на Украине, иранцы упорно отказываются повторять этот путь. В результате Белому дому оставалось лишь наращивать давление, и это к 2019 году принесло обратный эффект. Ранее ЕС, как и США, в первую очередь не устраивало, что иранские энергоресурсы реализуют не их корпорации, а правительство Ирана. Теперь же главным вопросом стал не контроль экспорта, а само сырье. Введя в 2019 году сырьевые санкции, Вашингтон покусился на святая святых. Вопрос разделения прибыли, то есть стал мешать европейскому капиталу покупать дешевую иранскую нефть. Это поставило европейские элиты перед выбором. Либо согласиться на закупку дорогой нефти у Вашингтона, и этим упустить не только прибыль, но и конкурентное преимущество для своих товаров, либо нарушить трансатлантическое единство, проигнорировав антииранский союз. В итоге сегодня европейские столицы открыто добиваются того, чтобы Тегерану позволили вновь продавать энергоресурсы, продолжают покупать иранскую нефть серыми схемами, а в лице Парижа выступают за предоставление стране 15-миллиардного транша, а через Британию и Германию внедряют финансовый механизм обхода санкционных ограничений. Арабских союзников, которые также ранее не устраивал республиканский характер Ирана, форма его доминирующей религии, нынешние планы США аналогичным образом оттолкнули. Приход России в Сирию слишком хорошо показал, что Вашингтон не абсолютный гегемон и уже не в состоянии дать стопроцентных гарантий силового решения. К тому же сближение Ирана с Москвой привело к тому, что Кремль прояснил партнеру нюансы внешней американской политики, в частности то, что создание ядерного оружия не станет для страны преимуществом. Напротив, появление стратегических сил принесет нестабильность в регион, где собраны крупнейшие в мире нефтяные месторождения, а именно этого США своей игрой добиваются. Понял это и ситуационный союзник Москвы по защите от однополярного мира Китай. Поэтому еще 9 сентября Пекин через МИД заявил, стороны соглашения с ВПД, в том числе Британия, Франция, Германия, Китай, Россия и ЕС, выступают за сохранение всеобъемлющего плана действий. И следовательно, не Иран, а США должны отказаться от неправильных действий, таких как односторонние санкции и максимальное давление. Тотальное нежелание Вашингтона идти на уступки даже в таких условиях наглядно демаскировало их главную цель – получение контроля над месторождениями Ирана, экспортом, торговыми путями и рычагами по формированию цен на нефть. Причем при Трампе этот вопрос стал еще острее, поскольку именно он дал массу обещаний сырьевым корпорациям в ходе предвыборной гонки. Сегодня начинается новый виток президентской кампании, и инвесторы, активно наращивающие добычу нефти в США, все активнее требуют вернуть долг. Старые методы контроля ценообразования наткнулись на противодействие России в ОПЕК+, на стабилизацию Ближнего Востока и внутреннюю войну американского истеблишмента, поэтому нефтяные санкции против Ирана до сих пор сохранились неизменными, даже вопреки требованиям друзей. Нынешнее же увольнение советника по нацбезопасности США Джона Болтона продемонстрировало сдвиг процесса, провал курса по радикальному решению иранского и северокорейского вопросов и необходимость искать тот или иной компромисс. Руслан Хубиев. Специально для ИРХ. Новый виток давления. Почему элиты Британии и США так ненавидят Иран?